Я знаю, что многим не нравится ее внешность, мне тоже не нравится, абсолютно я с вами согласен, да В комплектации версии, как у правого, у левого руля нефть и не было и не будет никогда Всем привет, я знаю, что у меня на канале любят простые машинки для народа, я знаю, что этот автомобиль уже до внешней, но в любом случае при нынешних высоких ценах на машины, когда выбирают там уже такие машинки просто чисто для города, да И начинают думать, может быть какой-нибудь все-таки беспробежку свеженькую взять, а что у нас есть из старенького, что можно взять уже допустим в России, да, проверенное что-нибудь такое И частенько как раз вспоминают про Nissan Teido, да, на самом деле автомобиль совершенно неплохой, я знаю, что многим не нравится ее внешность, мне тоже не нравится, абсолютно я с вами согласен Да, если еще хэтчбек, вот как у нас будет сегодня в выпуске еще более-менее, то седан это, ну, вы как хотите, это мое мнение, мой канал, мое мнение, она вот прям очень некрасивая Тем более, если учесть, что в практичности по сравнению с хэтчбеком седан всегда теряет, а если еще учесть, что седан по сути был сделан из хэтчбека, то есть хэтчбек-версия появилась раньше, чем версия седан Ну, понятно, да, что лучше выбирать хэтчбек-версию У них очень много различных версий, да, различных комплектаций, они бывают леворульные У левого руля и у правого руля есть два существенных отличия, ну, это на мой взгляд два существенных, да, есть еще отличия Но есть два существенных отличия У левого руля сборка мексиканская, у праворульной Тииды сборка японская У левого руля мотор 1.8 только с механической коробкой, а у правого руля 1.8 с вариаторной коробкой Реально у Ниссана были вариаторы похуже, я вам позже расскажу, это еще очень даже неплохая версия вариатора И на самом деле именно с ним большинству людей нравится машина, потому что она комфортнее, экономичнее И на самом деле, на удивление, ничем не медленнее, чем механическая Причем здесь даже не надо особо уметь ездить, на механической, чтобы динамично кататься надо все-таки уметь А на вариаторной коробке все-таки достаточно просто плавненько нажимать педаль газа О май гад, подстаканники какие классные Итак, начнем с салона, да, это по сути самое важное Во-первых, салон Тииды реально просторный, то есть его габариты, вот именно полезные габариты, да, длина и ширина Вы удивитесь, вот я вам серьезно скажу, вы удивитесь, но они сравнимы с Ниссан Тианос Вот с их премиальным седаном, который, ну по сути, у Ниссана, да, аналог Камри То есть бизнес класс, сиденья, кстати, я не сказал, что они какие-то табуреточные, они достаточно прикольные У нее есть подлокотник, который тоже широкий, на который помещается рука Ну, даже зимой, вот я в толстой куртке, да, у нас все зимой так ходят В шуршающих штанах и в толстых куртках, я вообще удивитесь, что я не в ушанке, между прочим И мне реально нормально, мне кажется, я даже в свой микроавтобус взбираюсь и мне как-то не так вот четенько я сижу Понятно, что существует много комплектаций и у левого руля Но комплектации, версии, как у правого, у левого руля нет и не было и не будет никогда Качество кожи, да даже вот эти качества комбинированных, это вот даже не самый лучший кожаный салон А качество комбинированной кожи, ну прям, ну вот вы как хотите, разнится просто капитально Кожа не нежненькая такая, которая вся вот разминается, рвется со временем Ну вы же понимаете, что это не совсем все прям кожа, да? Она до сих пор не имеет вот этих заломов и складок А в леворульных версиях, это же богатые комплектации с таким салоном Я их видел просто в ужаснейшем состоянии Причем при сравнимом пробеге Естественно, стоит упомянуть о том, что у правого руля есть богатая комплектация Axis Или Axis, Axis Ну давайте, напишите в комментариях, естественно, поправьте меня Англофилы, как же я там что-то неправильно произнес Вот там просто вообще замечательного качества сидения Они еще бывают с бежевого такого оттенка Ну это орех, наверное, скорее оттенок В общем, просто замечательно Деревянные вставки, на удивление, не такие вы не тухло-глянцево-поносные такие Здесь мне, конечно, придется приложить картинку, да? Потому что у нас все-таки, хоть и не самая бедная, но и опять же и не вот, и не Axis Но вот эти вставочки деревянные, они тоже вот просто нормально выглядят Вот реально сопоставимо по качеству с Тианой Кожаный руль есть уже даже в нашей комплектации, действительно, кожаный руль Конечно, вот у нас версия не с мультирулем, но бывает и с мультирулем То есть управление магнитолкой, действительно, есть ощутимые плюсы у правого руля Ну а минусы, естественно, назовут, как всегда, нытики Которые каким-то образом умудряются иметь проблемы с обгоном по трассе Я вот это всегда удивляюсь, у нас тысячи, миллионы людей живут за Уралом и ездят на праворульных машинах И что, мы все не обгоняем? Да мы просто безопасно обгоняем Мы ждем, когда будет окно именно для уверенного обгона, а не просто для абы какого У подлокотника, ну, не очень глубокая емкость, да, получается Но он хотя бы открывается, в принципе, уже хорошо И подстаканники замечательные Ну, это атрибут времени, естественно, да Попробуем поставить, видите, ничему не мешает То есть вот она, высота примерно стакана с кофейком Видите, оно не мешает ни рукоятке, ничего Хотя, конечно, лазить за ним не идеально Лучше всегда располагать подстаканники где-то в этой части Но, в любом случае, они хотя бы глубокие И реально вот в эту часть ничего не упирается Да еще и прикрыть можно, если они не нужны Здесь, конечно, на удивление очень большая емкость Частенько пишут на форумах и прочее Ну, в общем, разговоры такие идут Что у правого руля, да что ж такое-то, успокойся ты, господи Я же закрыл дверь Все Что у правого руля меньше подушек безопасности, чем у левого руля В общем, тоже это не совсем правда В зависимости от того, какая комплектация Подушек может быть точно так же Шесть штук, что у тех, что у других Ну, серьезно Камри, Тиана, вот легко Сейчас я даже специально задвину сидение максимально назад И что? Очень сильно все изменилось Нет Расстояние здесь при максимально задвинутом сидении переднем Здесь 75, то есть до спинки А именно вот само здесь пространство от спинки до сидения 25 Подлокотник Подстаканники О май гад О, подстаканники какие классные, а Ё-моё И ведь можно же прикрыть, да, если они не нужны Годнота Багажник у Тииды ваннообразный Прямо как у машин 90-х Это минус Ведь приходится поднимать высоко груз Чтобы в багажник положить Ну, в принципе, даже без складывания второго ряда сидений Все равно вполне просторно До задних сидений здесь 70 сантиметров 120 сантиметров ширина Жаль, конечно, что заднюю поверхность вот задних сидений не покрыли пластиком Тут вот ворсистое такое тканевое покрытие Оно явно будет пачкаться, если спинки складывать и сверху груз-то класть Складываются они, конечно, так, что ровного пола не получается Достаточно высокая ступенька, поскольку просто кладутся вниз спинки на сидение Ну, да, вот я... И это еще учесть, что передние сидения по максимуму задвинуты назад Здесь 150 Как я вам напомню, большущий универсал Грация, например Там глубина при сложенных задних сидениях 180 Здесь хэтчбэк компактный городской, да? И у него 150 То есть пространство-то есть Пространство есть, как я уже сказал Но складывается оно не очень здорово Понимаете, да, что если хэтчбэк у нас имеет такой недостаток про седан Я вообще даже... вообще даже молчу Ну, если, конечно, когда прям уже за руль садишься и начинаешь ехать Сразу вылезают недостатки, которые я прям определенно прочувствовал Справа-то подстаканника нету То есть вот именно вот сюда, в мое любимое водительское место Тут подстаканника нет Такие дела Насколько я знаю, свет Именно вот у этой комплектации еще более-менее А у бедных комплектаций свет очень плохой Что у левого, что у правого руля Сейчас мы просто прокатимся А потом на всякий случай замерим разгон Слушайте-ка, она прям так подрывает Я аж думаю, ничего себе Ну, ничего себе, ты че? И это вроде бы всего лишь на все маленькая титка 1.8 двигатель все-таки дает эффект О, смотрите, мы едем, а их полным-полно Вот стоит буквально сразу же, тут мы 100 метров отъехали А популярная тачка все-таки, что ни говори О, про минусы Говорят, что у нее самая главная беда Это именно в подвеске Это дохлые чашки, да, ну опоры, опоры, стоек Спереди у нас же Макферсон Этот недостаток устраняется вообще легко И мне кажется, ух, елки, да ты такая прямая дерзкая, что ты Берем X-Trail-овские опоры, ставим левую направо, правую налево Меняем местами, соответственно Срезаем у них сверху такую вот, типа, бульбочки Такой я картинку приложу Все, готово Более того, они X-Trail-овские, есть еще и двух типов Бывают обычные, а бывают усиленные Я даже этот номер приложу в описание, напишу Чтобы вы, если что, знали, какой на Экзисте заказать И все переделать, и забыть об этой проблеме Вечно мертвых и рвущихся этих чашечек Кстати, я так заметил, у многих машин, вот у Тиит У них почему-то вечно в этой верхней чашке стоит вода Видимо, она туда как-то сама забегает Конструктивный какой-то просчет С дренажей, откуда, может, и с капота Через жабо как-то туда заплывает И они, может быть, из-за этого как раз и мрут Леворульные версии бывают на 1.8 только с механической коробкой У этой коробки механической есть один нюанс По сравнению с механикой, которая ставится на мотор 1.6 у леворулек Двухмассовый маховик В общем, он довольно-таки шустро портится, мягко говоря И довольно весомо стоит А при учете, что контрактные вариаторы на праворульке Стоят вполне себе адекватных, на удивление денег Еще недавно я смотрел, они могли стоить там 1025, допустим Абсолютно живенький контрактный вариатор То многие уже задумаются Есть ли смысл ездить на механике, терять в комфорте Когда можно ездить на японской машине, японской сборке С экономичным вариатором Ну, слушайте, меня впечатлило В любом случае, по-моему, неплохо 11 секунд, грубо говоря, мы едем И это зимой Бог знает, тут у нас еще резина так себе Прям очень так себе Ой, это еще мы не с полной загрузкой Я думаю, все равно эти машины покупают люди семейные У меня реально сосед вон с первого этажа Ездит уже сколько лет на Атиитке Он купил ее сперва дорестайлинговую Поездил, купил потом уже рестайлинговую, но полноприводную И ездит, радуется и говорит, что А я ничего больше не хочу Меня машина всеми нюансами устраивает полностью В общем, ну что сказать Я вполне доволен машинкой Она меня точно не разочаровала Обязательно пишите комментарии Мне очень интересно, что вы думаете Я первые сутки всегда читаю Ставьте лайки и всем пока Да, такие дела